Девушки отдыхают Девушки отдыхают В архиве все организовано и доступно Я изучаю города, ворошу их прошлое, я в их прошлом И даже если они его скрывают Сегодня это Шимкент Являются ли миллионы лет истории края предтечей ярких, громких, сенсационных событий уже в средневековом Шимкенте? По свидетельству ученых, 2 миллиона 600 тысяч лет назад в Южно-Казахстанской области уже появляются первобытные люди Когда в Шимкенте начался процесс урбанизации? Были проведены раскопки и выяснилось, что да, вот она керамика, которой 2200 лет И это не просто керамика, это керамика, которая продавалась Создана на гончарном круге и абсолютно идентичная керамика, которая была найдена на городище Афросиап Афросиап – это древний Самарканд Где уже в полный рост работало ремесленное производство Надо сказать, долго Шимкент находился в тени грозных и величественных соседей Город из Фиджап, начиная с первого тысячелетия до нашей эры и в более поздние времена Упоминается почти в каждом летописном источнике Китая, Средней Азии, других путешественников Но при этом не упоминается Шимкент Впервые он был упомянут в письменных источниках в 1366 году В книге «Шараф-1 Али Язди» это был придворный историк Тимура Тимур был еще молод, это еще не был тот завоеватель полумира Но он воевал с Моголистаном Моголистан – это государство на территории Казахстана Его основное ядро было ЖТСУ в Семеречии И вот Тимур отправляется в очередной поход И «Шараф-1 Али Язди» пишет, что свои обозы предводитель великой армии нашел в селении Чемигень Близ Сайрама То есть главенствующим населенным пунктом был Сайрам Он и сейчас существует, слава богу Вошел в состав города Это удивительное место Но факт тот, что это теперь просто пригород Чемкента Тогда он был главным И после этого довольно долго не было никаких упоминаний в письменных источниках Но все-таки о Сайраме писали много Чемкент, ну что это такое В период падения из Пиджаба на соседней территории ныне Узбекистана Происходят массовые междоусобицы трех воинственных и воюющих государств Бухарский Эмират, Хивинское и Коканское ханства ведут борьбу за главенство в регионе Выдвинувшись из своей столицы, Коканда Войско направляется на территорию Южного Казахстана В 1810-м коканцы занимают Шимкент и Тарас А через 9 лет ими подчинен Туркестан Период правления коканцев это период жестокой эксплуатации местного населения Только при последнем коканском хане Худайаре, Худияр, Худайар В разных транскрипциях пишется его имя Число налогов превысило 22 наименования То есть каждая кибитка обязана была поставлять в год 6 овец 14 тюков древесного угля 14 вязанок камыша Кроме того, каждый член семьи должен был в месяц одну неделю отработать на коканского бека Местные жители долго гнета терпеть не могли В 1827 году 12 тысяч человек организуют освободительное восстание В 1856-м была повторная попытка добиться свободы Но, увы, обе были тщетными Поскольку коканцы были вооружены куда лучше Местные жители обращались с письмами к российскому императору С просьбой помочь избавиться от власти коканда Принять в подданство Но долгое время все эти прошения оставались без рассмотрения Только когда в середине 19 века Англия Стала проявлять интерес к территории Средней Азии и Казахстана На юго Казахстана Только тогда уже предпринялись определенные действия Англичане отправляли своих дипломатов, послов В виде купцов, торгового люда Вплоть до Афганистана, соседней территории Узбекистана И также англичане появлялись здесь, на юге Казахстана В 1864 году из форта Ак-Мечеть выходит отряд во главе с полковником Веревкиным А из форта Верной нынешней Алматы выдвигается войско под командованием Михаила Черняева Конечная точка Чемкент Крепость ключевая С мощным гарнизоном ее взять и все Все обезопасили Так называемая Новококанская линия А взять и Ташкент Речь вообще не шла Взять и Чемкент Черняев с тремя тысячами войска Подходит к Шемкенту в начале лета 1864 года Но силы не равны Потому что к этому времени Коканский хан Худая Отправляет в помощь наместнику 50 тысяч войск С тремя тысячами против 50 Очень сложновато Поэтому Черняев отступает Отступает к Алт-Ин-Тобе Это примерно в 30 километрах от Шемкента И ждет подмоги В это время ужасающая сцена разворачивается за стенами крепости Шемкент Местный наместник Коканского ханства Собирает всех жителей города И дабы устрашить их Приказывает привязать к жерлу чугунной пушки 80-летнего Аксакала Байзака Орудие совершает зал Сын Байзака Собирает дружину Из храбрых джигитов И едет в срочном порядке Направление к Черняеву Просится принять свой отряд Черняев Удивлен был И чем могли помочь ему Невооруженные люди Но Байзак и джигиты сказали Мы будем так кричать Что это заменит любое оружие И действительно во время штурма крепости Шемкент Байзак и его отряд Кричали так Что волосы дыбом вставали на голове Очень любопытна позиция казахского населения Потому что Это была российско-каканская война Война двух государств Хорошие они, плохие Это то время Но это два государства войны Здесь Третьей суверенной стороны нет И вот как только Черняев перевалил Каратау Это нынешняя граница ЮКО и Жанбулской области Ему явились представители Аксакалы Практически всех казахских родов Которые здесь жили И сказали Вот 10 тысяч джигитов Дайте оружие Мы пойдем с вами Конечно имперскому генералу вооружать Новых колониальных подданных Было не с руки Но тем не менее Тысячу волонтеров вооружили Так называемая казахская милиция И вот кстати Сайрам Нами упоминаем Брала казахская милиция Практически без участия Регулярных российских областей Это интересный момент 22 сентября 1864 года Шимкент был освобожден от коканцев Кровопролитие было Но не в больших Немасштабных количествах Победителей конечно не судят Но то что происходило дальше Иначе как авантюрой Или ражем не назовешь И вот Шимкент взяли В сентябре 1864 года И казалось бы на этом все Дальше произошла удивительная ситуация Дело в том что Михаил Черняев Он был кондотер по сути своей Хоть русский генерал Но кондотер Авантюрист Конкистадор А что раз взял Давай Ташкент сразу возьму У него не было санкций государственных Он ломанулся В октябре 1864 года Но финит Проиграл В Петербурге шли Дебаты Министерство иностранных дел Требовало Остановитесь Нам не нужна эта земля У нас так много Военное министерство Говорило А почему нет Если получается Ну то есть это колониальное время Это естественно И в итоге Черняеву все таки дали Карт-бланш И вот второй приступ К Ташкенту Это май 1865 года Он уже санкции дел И Ташкент взял В 1867 году Образуется Туркестанское Генерал-губернаторство Центр В городе Ташкент А Шемкент Становится Небольшим Уездным городом В составе Сырдаринской области Шемкенту Уделялось Внимание Царского правительства В 1909 году Шемкенту Присвоен герб Герб изображал Фрагмент крепостной стены Но напоминающий собой Корону И была изображена Ветка цитварной полыни Дармине В принципе Дармине Изображена На современном гербе области И на современном гербе города Чем Дармине Или цитварная полынь Заслужила такую честь В 19 веке Мир был буквально поражен Червями, паразитами, гельминтами И необходимо было с ними бороться Это люди и животные В 1830 году В Гамбурге Ученый-химик Научился получать Из цитварной полыни Центонин И выяснил Что это замечательное средство Для борьбы с паразитами Добывали цитварную полынь На юге На юге Америки На севере Индии На территории Африки На севере Африки Употребили так Что практически зарослей Для производства не осталось А уже во второй половине 19 века Когда ученые Стали изучать Флору, ландшафт, фауну Здесь на юге Казахстана Они обратили внимание Что в Междуречии Орысе и Сырдарье Произрастают огромные заросли дармине И они стали рекомендовать Купцам, промышленникам Вложить средства В это выгодное предприятие Согласился вложить свои средства Николай Иванович Иванов Крупный промышленник Основатель первого банка В туркестанском генерал-губернаторстве Он выделяет средства И заказывают оборудование Для завода в Германии Что интересно Цена всего оборудования Представляете, это многочисленные трубы Котлы, соединяющие детали Заводик Стоимость всего оборудования Обошлась ему В пять раз дешевле Чем стоимость дороги Из Германии До провинциального города Шимкента В 1883 году Оборудование прибыло В течение двух лет Велось строительство завода И уже в 1885 году Завод выдал свою первую продукцию В любые времена В годы революции Голода Гражданских войн Сантонинный завод Давал государству Его владельцам валюту Сантонин Не перерабатывали дальше Здесь, в Шимкенте А постоянно Отправляли на экспорт То есть Это был такой товар Который требовал Пользовался спросом И который требовался Для фармацевтики В следующих выпусках Вы узнаете Как караваны с товарами Спасали от разбойников Большой дороги Преступление без наказания Можно ли получить похвалу За угон скота Ориента Бельхарциоз О чем не знали в Европе Но открыли в Южном Казахстане Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин